коллеги я вас приветствую сегодня будем заниматься снова калькулятором напомню калькулятор это простое приложение простое консольное приложение которое делает элементарные операции сложением читания умножения написано на консоли на элементарно простом уровне то есть это приложение для тех разработчиков которые только начинают программировать которые только учатся писать правильный код и если учесть что у меня опыт разработки более 25 лет мне есть чем с вами поделиться и мы начнем собственно говоря сегодня делать некоторых совершенствования того приложения которое мы сделали предыдущем видео и если есть желание пересмотреть его я думаю так все будет понятно итак у нас сегодня цель и задачи очень простые нам нужно найти дубликаты кода нужно обеспечить возможность их использования несколько раз в разных местах но и также мы немножко поговорим про naming convention и код конвеншен для языка сишар надо сказать что может быть это сначала будет непонятно и собственно говоря именно поэтому я хочу прям на практике конкретно тыкая пальцем что вы здесь это вы здесь а вот тут это вот тут рассказать как это и что это работает я понял по комментариям что этот формат обучения вам ближе поэтому давайте двигаться в этом направлении и хочу очередной напомнить подписывайтесь на канал ставьте колокольчик я смогу продвигать это во всяком случае мне поможет как-то совершенствоваться в процессе получения монетизации с на своем видео а вы получите уведомление о том что пришло новое видео и вы точно вы не пропустите ну а если вы станете спонсором то вообще вас ждут некоторые бонусы в принципе несколько видов спонсорства говорят о том что бонусы могут быть разные все давайте приступать и так давайте для начала запустим нашу программу посмотрим как она работает у нас просится запрашивается вот первое число пусть это будет одно число пусть это будет ну давайте второе число давайте мы их сложим выборов оперант нажмем enter узнаем сумму программа завершилась очень просто до безобразия мы определили что у нас есть метод calculate у нас есть метод get оперант и метод get number который используется в двух местах вот один метод вот второй давайте для начала доведем до ума метод получения вот этого как раз числа что здесь нам на самом деле мешает если мы вернули ну то у нас получается что от меня просили сделать побольше масштаб так вот я думаю будет лучше чуть не забыл и так у нас есть метод который называется get number который возвращает число получая его из консоли я знаю что это точно строка если было что-то введено не число мы его пытаемся распарсить и возвращаем ну то есть ничего и в этом случае метод get number проверяется и мы говорим что у нас нет возможности выполнить этот код мы говорим return то есть выходим из главного метода соответственно завершаем работу программы на мне кажется что это не совсем правильный подход надо бы все-таки от пользователя получить правильное число чтобы мы в окончательном результате запустили программу она отработала то есть получили каких-то два часа сделали операцию показали результат пользователю в противном случае придется заново запускать программу опять же сильно утрируем но что нам для этого нужно сделать давайте пересмотрим как этот метод можно улучшить итак для начала давайте определимся что нам нужно получить метод нам нужно получить flow значение то есть дробное значение и назовем его набор дальше нам нужно какой-то признак ввести и этот признак будет иметь значение true или false то есть иметь булево значение и будет он называться допустим из input ну допустим wild ну смысле валидный и на данном этапе нам нужно вот эти значения наполнить так как мы набор объявили выше нам уже здесь его объявлять не нужно мы будем просто его использовать далее мы сделаем такую конструкцию которая называется дугу вайл есть просто конструкция вайл есть конструкция ду вайл отличается они тем что ду вайл выполняется хотя бы один раз а уайл сразу проверяются условия если она отрицательная выполняться не будет вот собственно говоря где мы будем использовать этот самый input из input вывод ну как раз вот этот конструкцию валид сюда и в пин дюрем из пин под полот то есть мы будем вводить его тогда когда у нас мы будем повторять давайте вот так вот покажу мы будем повторять вот вот этот дун то есть грубо говоря вот этот вот метод вот этот вот метод до тех пор пока у нас сюда не попадет true как только попадает true мы выполняем попала false мы выходим соответственно для того чтобы нам эту конструкцию использовать мы будем говорить так как мы назвали из input валид то есть мы предполагаем что у нас правильное число мы используем отрицание это восклицательный знак то есть будем говорить пока неправильный вот будем запрашивать снова эту функцию ну а дальше я вот таким вот хитрым образом вот так вот вот даже сделаю некоторые передвижения я думаю что вы поймете что я сделал и так у нас есть функция ду в котором будем получать из консольной строки парсить и если давайте вот так сделаем мы возвращать ничего не будем мы будем говорить вот так вот во первых мы скажем из input валид у нас будет равен из окей то есть если мы получили число давайте даже его переименуем пусть он называется number парсит ну так в общем то принято называть во всяком случае у меня и мы будем вот таким вот образом заполнять то есть мы попытались изменить то есть распарсить объект и если он парсит то есть результат парсинга как вы видите он тоже выдает значение bull соответственно мысли распарсили то тогда будет валидная а если не распарсили мы будем запрашивать снова единственно что нам нужно сделать здесь не ретурн а сделать вот что в консоли соответственно нам нужно сделать в райплайн и здесь написать трое давайте писем фронк допустим набор запятая please ну допустим try again ну то есть неправильное число попробуйте еще раз это сообщение будет выводиться до тех пор пока пользователь не ведет правильное значение которое вот это вот строчка сможет распарсить таким образом мы поменяли сразу в двух местах действие это метода здесь и здесь и здесь давайте запустим это приложение попробуем использовать ее уже в новой форме у нас запрашивается приложение мы вводим число например и я нажимаем enter получаем сообщение а у нас тут получилось закралась некоторая ошибка мы должны написать please try again нам нужно ввести какое-то сообщение ну на самом деле о чем я говорю то есть мы можем вот так вот далеко далеко ути с экрана и на самом деле вот например вот в этом месте уже будет непонятно number wrong please try again что try again ну нужно в общем то давайте допишем и здесь давайте прям понимаете что пользователь если не сможет пользоваться вашим приложением как и говорил в прошлый раз то это будет он скажет свое заключительное слово про то что ваше приложение ну какашка не будет им пользоваться please try again enter wallet что-то флот допустим number и двоеточие поставим как будто приглашение давайте запустим это приложение еще разочек и проверим что она действительно работает и так приводим какую-то хрень и теперь у нас уже более адекватное сообщение которое на мой взгляд как раз подзывает пользователя сделать что правильно допустим нажали . 5 мы знаем что это не валидно вот 54,5 это валидное смотрите у нас появилась новая запись enter second number можем вводить всякую хрень пока не введем правильное значение . 4 вот теперь у нас уже есть оперант мы теперь можем ввести оперант но давайте их перемножим и у нас получился результат 2365,3 программа закончила свою ошибку в смысле свою работу прошу прощения таким образом получается что мы в одном месте исправили поведение и у нас поведение изменилось во всех местах соответственно вот собственно говоря почему это приводит дублирование кода в общем-то приводит к ошибкам если бы у нас было два разных методов она бы писать два раза больше кода пришлось и это на первый взгляд кажется хорошо потому что если вы допустим начали писать потому что у нас сейчас одна программа один файл и мы в этом файле видим все а если у вас будет более сложная программа можете просто забыть в каком месте у вас должно быть или должно было бы быть как раз вот эта проверка на то что пользователь не ввел правильный код правильное число и в это бы все намного сильно усложнило есть у нас простое приложение тем не менее опять же она говорит о том что мы изменили в одном месте все отлично работает так давайте посмотрим на нашу программу и у нас выяснится что так как у нас get number на самом деле всегда возвращает валидное число а если число не валидно мы запрашиваем еще раз то можно точно убрать здесь вот этот вопрос который говорит о том что у нас может возвращаться какой-нибудь ну раз мы никогда не возвращаем тогда у нас от наша программа изменит принцип работы смотрите у нас так как мы поменяли код и мы его использовали в нескольких местах у нас концепты изменилось то есть таким образом получается что number 1 в этом месте у нас он больше никогда не будет ну соответственно вот это вот строчка кода никогда не будет использована что же касается второго места да все то же самое у нас вот эта строчка кода никогда не будет вы сделана выполнена и соответственно вот эти вот вы ли которые подключены именно к nullable числу они нам тоже не нужны вот так вот простое изменение одной одного метода одной бизнес логики тут мы действительно изменили принцип работы программы качественно меняет всю программу таким образом мы можем сделать вот такой простой вариант получения и соответственно здесь нам нужно тоже убрать валюм и здесь нужно брать валюм в общем то на самом деле что мы сделали мы сделали рефакторинг рефакторинг это изменение программы программного кода без изменения и функционала то есть у нас она как работала так и работает но мы при этом улучшили код на мой взгляд улучшили упростили как минимум и это был рефакторинг очень приятно познакомиться как говорится ну а теперь давайте еще немножко поглядим на нашу программу и у нас во всяком случае меня возникают некоторые ну так сказать улучшения которые вы должны тоже увидеть я вас прошу обратить внимание вот на этот вот в райплайн в райплайн в райплайн вам не кажется что это слишком часто повторяется более того это используется еще и специальный консольный тип и в общем это нужно как-то менять другими словами нужно сделать таким образом вот смотрите сейчас у нас приложение она построена на консоли то есть на консольном консольном типе приложения и соответственно мы везде используем тип консоль в него пишем с него читаем это в общем то нормально ну правильно было бы писать бизнес логику то есть ключевую часть программы таким образом чтобы она не была привязана к платформе например если я захочу использовать этот калькулятор в веб-форме например асп веб-формс или mbc то мне вот эта вот штука консоль она не будет доступна соответственно моя программа работать не будет и ключом момент заключается в том прошу прощения за каламбур что правильно написанная бизнес логика может работать на разных платформах и про это никогда не нужно забывать даже если бы когда вы делали только один api таким образом чтобы он был привязан только sp.net core никогда не нужно забывать о том что все меняется все течет если ваша программа стрельнет вам придется придет переписывать кучу кода а это не очень приятно поэтому заранее позаботьтесь об этом более того если вы напишите какую-нибудь обособленную бизнес логику вы сможете использовать в отдельно в другом приложении например допустим вы написали какой-нибудь компонент который называется ну пол да то есть голосование вы можете его использовать и в консольном приложении и в формах и вин формах и в допе в приложениях и от этого суть голосования не изменится то есть количество ответов выбирается правильно рассчитывается количество голосов процентном соотношении в том числе никакой привязки конкретной платформы нет поэтому если писать сразу правильный код который может быть используется в разных местах правильно абстрагируясь от конкретной платформы на которой он реализован то есть не использовать компоненты которые привязаны конкретной платформе у вас будет более правильный код сама программа вас заставит быть правильным то есть вот как вы сейчас увидели я только изменил один вопросик у меня пол программы изменилась таким образом давайте сделаем что-то типа подобное то что у нас собственно говоря было и смысле было в голове по изменению то есть вот это вот консоль надо от этого как-то избавляться чтобы я для этого сделал но если говорить про мой опыт я бы сделал специальную папку назвал бы и он сервисы и в этой бы папке сделал бы следующее именно я бы создал новый сервис но давайте в райот лавина это у нас какой-нибудь аут путь давайте аут путь сервис и почему сервис потому что на в папке сервисы лежат сервисы дальше будет понятнее на теперь давайте предположим что у нас вот этот аут путь сервис может допустим иметь void то есть операция которая не возвращать никаких данных который называется и пусть называется принт да чтоб совсем было понятно и этот принт давайте что он делает он как раз реализует вот тот самый консоли в райт лайн который собственно говоря и пишет сюда месседж мы каждый раз в этот консоли в райт лайн передаем какую-то строку для того чтобы она была напечатана давайте вот сюда передадим как параметр который будет строка какой-то месседж и нам нужно обязательно сказать чтобы этот чтобы вот эта вот строка не было ну то есть мы можем сделать проверку и в месседж равен ну тогда выдать исключение то есть этого быть собственно грине должно мы не можем печатать в консольном приложении ничего и соответственно ну вот эта проверка нам позволит давайте пока оставлю потом расскажу почему нам позволит напечатать сообщение тоже строке таким образом получается что мы сделали мы создали специальный сервис который отвечает только за то чтобы печатать не другой никакой другой зоны ответственности у этого сервиса нет про зоны ответственности поговорим чуть позже но пока придется это принять как как должное давайте добавим некоторое количество комментариев чтобы другие разработчики вы его не смеялись над нашим кодом давайте напишем выводит на экран ой на экран консоли что-то я по-русски начал писать ну ладно консоли текст сообщения текст сообщения вот а это у нас будет простой сервис ну пусть будет печати не знаю как то так теперь нам этот класс этот сервис нужно как-то использовать и делается это на самом деле очень просто нам нужно создать инстанции этого класса мы это сделаем в начале мы так и напишем create это по-русски то по-английски ладно креетин инстанс с с мы создаем инстансы разных классов и так давайте напишем new output консервис ну и здесь у меня есть подсказка я могу сказать alt enter introduce variable и она создаст переменную это опять же чтобы сэкономить ваше время если у вас есть 3 шарпер вы тоже сможете это сделать и так у нас появился новый инстанс новый кусок кода который называется output сервис и он создан на основе подобие вот этого вот output сервис то есть мы сделали какой-то конкретный инстанс из какого-то класса теперь соответственно мы можем вот это вот вырезать и сказать что на теперь консоль в right line не нужен мы можем написать output сервис print а у нас здесь print теперь не доступен но если я насильно его напишу и отдам скобки как раз ups вот тот текст текстовое сообщение которым писали мне система подсветит информацию о том что невозможно достучаться до правит метода я думаю что это видно вот здесь то есть этот метод print который создал он скрыт давайте сделаем его публичным чтобы до него можно было достучаться для этого достаточно написать паблик ну надо сказать что можно написать не только паблик но и протект ну и интернал нет давайте я вам все-таки покажу и так паблик это значит что этот метод публичный и будет виден всегда и везде где бы этот сервис не использовался мне нужно сохранить файл да теперь вот эта красная штука должна исчезнуть есть я конечно все правильно писал до принять ой она выводит на экран консоли текст сообщения подсветилась а вот все то есть сохранился теперь у меня этот метод доступен даже более того если теперь просто напишу вот здесь вот консоли output сервис нажму точку у меня появился метод print и теперь соответственно я могу вставить его вот этот текст а консоли в write line удалить теперь давайте вернемся к нашему output сервису и попробуем поставить интернал то есть это значит внутренний то есть этот метод будет доступен только в комплекте вот этого приложения то есть не дальше я его есть опубликую и у меня кто-то создаст метод как-то нибудь создаст new program и попробует использовать но опять же это кутрирую сильно-сильно то вот этот print метод он не будет доступен только во внутренней сборке за внешнюю он не скаканет то есть таким образом получается что вот этот print как был доступен здесь вот он так он собственно и доступен теперь даст давайте допустим сделаем protected вообще protected это специальный модификатор который прячет класс от открывает от наследования при наследовании от него и прячет его как защищенный при прямом использовании ну я вот пытаюсь простыми словами сказать в общем он вам система должна сказать что этот класс этот метод не доступен в процессе на уровне protection level но мы наверное на этом тоже дойдем но пока оставим его паблик в общем имейте ввиду что это на самом деле достаточно важная штука и иногда вам этим придется управлять итак у нас есть метод а вот путь и сейчас он снова станет валидным и пока он делается валидным я с вашего позволения сделаю такую штуку заменю везде консоль вот на такую вещь и консоли в райдлайн это аутпут сервис и да вот везде это сработало то есть таким образом у меня получилось что вот путь сервис у меня собственно говоря теперь работает сам по себе а внутри него в каком-то одном месте работает консоль в райдлайн то есть если мне придется менять все приложение мне нужно будет это поменять только в одном месте я перехожу на другую платформу например а sp.net core и вместо консоли в райдлайн пишу как раз что там есть логгер или допустим какой-нибудь текст вернуть или ретурн например в общем я думаю что вы поняли что о чем я говорю и если будут вопросы пишите в комментарии будем разбираться другими словами у меня теперь только одна точка связи с консольным приложением вот в этом методе но если говорить про дальнейшее улучшение смотрите у меня здесь есть еще консоли в райдлайн и я здесь это сделаю то же самое то есть заменю но у меня теперь этот аутпут сервис недоступен потому что у меня метод get number вызывается вот отсюда во и это переменная доступна в методе main соответственно вот этот вот сервис у меня здесь не доступен первый вариант не самый хороший это в get number передать вот этот аутпут сервис я давайте могу вам это показать и сделаем что он будет обязательным и вот у меня в get number появилась это он у меня говорит что у меня еще один метод используется еще одно место где этот get number используется вот хорошо и я в этот get number передал сервис и теперь этот сервис доступен тадам все работает в общем-то это на самом деле тоже будет работать но это на самом деле очень плохой вариант почему ну во первых здесь жесткая связанность одного сервиса метода и зона ответственности вот этого get number просто выдать число ему в общем-то фиолетово какую а вот путь делать это как бы побочный эффект я настоятельно не рекомендую это делать а для того чтобы это заработало давайте сделаем давайте сделаем сервис который будет называться так у нас во первых вот здесь тоже самое есть давайте сделаем а вот тут сервис принт давайте сделаем еще один сервис который будет называться ну допустим parse number или input сервис да давайте так его назовем есть у нас аутпут сервис который печатает на окно и второе сделаем пусть будет input сервис точка си шарп нажимая enter вот у меня появился этот самый класс который называется импульс сервис и вот эту штуку вот это вот отсюда удалим а вот этот метод я прям вырежу отсюда потому что здесь он уже больше не нужен я его добавлю вот сюда теперь он у меня находится в отдельном классе за и этот метод input сервис отвечает только за то чтобы получать от пользователя какие-то данные в данном случае вот он читает из консоли надо сказать что у меня здесь тоже используется read консоль и это будет тоже единственное место где у меня идет получение данных от пользователя в данном случае на платформе консоли консольного приложения а если мне потребуется какой-то другой то я в одном месте исправлю и это уже будет тоже рабочий вариант далее для того чтобы у меня вывести как раз вот этот самый информацию о том что неправильный сервис мне нужно сюда добавить тот самый output сервис и есть несколько вариантов это сделать самый частый который называется через конструктор конструктор мне нужно добавить output сервис и и здесь я должен тогда создать правит read only output сервис подчеркивание теперь мы назовем переменную output сервис и вот здесь я напишу output сервис равно output сервис то есть внутренний output сервис как раз вот это вот подчеркивание говорит о том что это глобальной переменной используется вот в этом классе то есть зона действия вот этой переменной ну вот если быть совсем точной то на данный момент это вот вот это вот вся зона то есть она используется во всех методах и соответственно если я здесь теперь напишу подчеркивание то у меня все заработает единственное что мне теперь придется сделать это в общем-то получить какой-то создать вернее новый инстанц нового класса и он я буду писать его new input сервис и я воспользуюсь опять же дешарпером он мне создать переменную input сервис но теперь смотрите у меня input сервис требует сюда как раз output сервис input сервис конструктор требует один экземпляр один один параметр и этот параметр называется output сервис ну в общем то как вы понимаете я вот этот выше созданный output сервис отдам в этот конструктор и все чудно заработает и теперь для того чтобы у меня сработала эта штука мне нужно здесь написать input нет input сервис . и get number так но он у меня наверняка опять правит да действительно ну во первых нужно написать нужно удалить static потому что это теперь не статичное это инстанс мы создаем определенный мы наполняем код который называется input сервис определенными данными грубо говоря опять же пытаясь это объяснить на уровне данных и поэтому static это не наш пока вариант мы пока про него тоже говорить ничего не будем давайте сделаем его публичным пусть будет публичным или internal но публичным пыль будет и таким образом есть и мы здесь напишем тоже input service . get number ну вот такой вариант мне нужно теперь сохранить все файлы которые изменил может даже откомпилировать у меня это сейчас get number а ну да у меня же здесь output сервис подставлен а у меня там ничего не должно быть вот поэтому ошибка я уже забыл ну и таким образом получается что у нас уже есть два сервиса один в другой вкладывается то есть получается что у нас один зависит от другого получается некоторая иерархия это на самом деле очень важно мы об этом поговорим чуть чуть позже а теперь смотрите у меня пока сейчас программа не заработает потому что что у меня есть метод calculate который может возвращать флот либо ну то есть вот этот значок который вот если видно ой если видно давайте вот сюда f12 нажму а вот же он вот у меня возвращается либо число либо ну 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 просто вот так вот работает то есть вот в этом месте если мы делим на два мы должны сказать что ну таким образом получается что мы мы в принт можем отдать резалт а резалт у нас может быть ну не строковое значение то есть мы теоретически здесь должны написать туб стринг то есть то есть делать приведение типа ну у нас резалт может быть ну и тогда унул сделать ту стринг невозможно об этом и предупреждает нас вот этот самый компилятор поэтому нужно сделать некоторые манипуляции до того как это печатать раньше у нас работало теперь у нас должна измениться программы так мы должны проверить что если резалт валидный то есть он из нот давайте ох ты из нот ну тогда мы просто возьмем и напечатаем то есть сам компилятор определил что у нас это письмо это сообщение может быть напечатано то есть потому что единственно что мы предлагаем в каком формате напечатать и если мы поставим ну вот такой вот ту стринг упс давайте посмотрим что она хочет собственно говоря иногда полезно читать ну а да мы точно знаем что он не нул поэтому нам нужно взять вэлью дату и значение которое не равно ну и давайте добавим формат наверняка она хочет пусть будет вот такой фиксит поинт теоретически это должно что предупреждает формат нам борьбы ну и визжим специфаем формат это мужа как раз делали давайте вот компилируем приложение build так что он предлагает ничто не предлагает ну ладно собственно говоря мы сделали правильно выбрали только значение и теперь если у нас нет результата мы должны тоже об этом сказать а вот тут сервис принт и в общем то здесь мы можем написать вронк какой-нибудь оперейшн допустим запятая канат шоу резалт вот такой какой-нибудь как как-то так вот и вот это сделаем для красоты наверху в общем вот теперь наша программа будет работать кстати тус 3 заработал что-то он долго это прожевывал тем не менее получилось так что получилось таким образом получается у нас есть уже два сервиса которые инстанции инстанции которых мы создаем отдельно перед тем как запустить приложение давайте запустим проверим что это действительно работает и продолжим далее 447 вронк набор а да точно нужно запятую я прошу прощения ой опять много раз нажал а тут 44 34 ну давайте поделим их вот ну и теперь опять запустим и попробуем ввести значение второе которое будет ноль допустим вот так вот а сюда ноль и оператор разделить enter ну как вы видите вронк оперейшн канат шоу резалт девайк базовый error в общем мы уже и так все знаем это собственно это сообщение нам уже не требуется и поэтому давайте уберем мы выводим либо сообщение либо ошибку вот в этом методе принт в этом методе calculate и так дальше что нужно сделать смотрите есть у нас такая штука как оперант мы немножко говорили при нем в предыдущем видео давайте его в этом в этом месте тоже немножко усовершенствуем что у нас на что это похоже у нас теоретически get оперант это тоже получение от пользователя и это может быть получено разными способами если говорить конкретно про консольное приложение то это ридлайн а если использовать его как абстракцию то есть как без привязки конкретной платформе то это может быть выпадающий список там в информах или в форме или в конце концов а из поедут на этом висе и да то есть или выпадающий список или допустим лист или может быть какой-то деф наполненных это мельными тегами то есть вариантов получения на самом деле много и поэтому мы вот эту вот консольную привязку тоже вынесем в отдельный класс который назовем ну давайте какой-нибудь оперант парсинг и там давайте парс оперант ну пусть будет сервис вот такой вот какой-то специфичный сервис . си шарп мы создали класс вставили сюда то что я вырезал сразу поставлю что это у меня будет публичный метод и в общем-то теперь мне есть на что остается это вот это вот строку потому что и вот это вот строку мне нужно каким-то образом подменить смотрите у нас в импут сервисе есть много функционалов в том числе тот который использует консоль и read line но результат он обрабатывается по-другому а здесь парсинг сервис у меня тоже консоль и read line но это парсится по-другому то есть другими словами у меня получается input сервис нужен быть какого-то более высокого уровня то есть просто получать от пользователя строку чтобы я потом вот эту строку мог распарсить в разных местах наверное сказал много ничего непонятного но давайте для начала доведем вот эту штуку до конца я имею ввиду программ и здесь делаем новый сервис который взял вам пар парс если написать new парс оперант сервис а потом написать вар то давайте воспользуюсь опять же решарпером это будет быстрее потому что потому что на самом деле решарпер немножко угадывает мысли на основании того чего я хочу сделать то есть он делает то же самое что и компилятор если это сервис товар соответственно тоже будет иметь тот же тип и теперь в общем-то мне остается сделать то же самое парс оперант вот он уже публичный я здесь получаю все то же самое надо сказать что парс оперант сервис у меня тоже использует в райт лайн и соответственно я могу сюда добавить конструктор в котором опустить тот самый аутпут сервис и я с вашего позволения снова воспользуюсь решарпером который за меня напишет ту рутину которая в первый раз писал вручную а теперь смогу вот эту штуку подменить на принт теперь у меня осталось консоли read line и это отдельная песня для разговора мы идем в сторону совершенствования мне должен быть какой-нибудь сервис например input сервис это такой базовый сервис да он получает number тогда я должен теоретически его переименовать потому что он привязан к работе непосредственно к числу потому что имеет не только получение но и обработку правильно делать все с точки зрения single responsibility есть такой паттерн который определяет зону ответственность то есть у класса должна быть одна и только одна причина для изменения если я вдруг соберусь менять консоль я должен идти в тот класс и менять консоль в ритлайн на какой-то специфичный для проекта или для платформы метод если я соберусь изменять get number я должен идти в другой класс соответственно я не должен их менять поэтому мне их придется разделить хочется или не хочется но это правильно и так input number да или даже нет input я точно знаю что я применяю флот и я теперь именую это как input флот сервис я переименовал все сейчас еще переименую класс в смысле файл и соответственно у меня как вы видите теперь этот требует соответственно output сервис давайте добавим его а input флот сервис мне еще в общем давайте в него вернемся раз у нас есть здесь консоль и ритлайн давайте тогда сделаем базовый класс который назовем input стринг сервис да наверное да потому что у нас консоль и ритлайн забирает как раз именно от пользователя строку input стринг сервис таким образом получается парс оперант сервис можно тоже назвать input оперант сервис но об этом чуть позже давайте сначала по порядку итак у нас есть input стринг сервис и собственно говоря здесь даже будет дальше интересно здесь делаем метод который ну пусть возвращает стринг назовем его папа напишем его у нас его не было public string get string давайте для разнообразия from user да это же пользователь будет водить и нам нужно здесь ритурн но в данном случае консоль что там у нас ритлайн все больше ничего не делай и так как у нас консоль и ритлайн может вернуть ну мы здесь поставим вопросик соответственно наша конструкция работает и здесь можно написать какой-нибудь комментарий что ритурнс ритурнс стринг фрон юзер ну как то вот так я не буду дальше дописывать итак у нас есть сервис и соответственно этот сервис нужно сюда добавить и этот сервис называется input стринг сервис надо его теперь правильно назвать я предпочитаю называть правильно то есть без каких-либо сокращений и в общем то есть некоторые варианты которые там под предлагают использовать сокращение это плохо любое сокращение она не явно или не точно говорит о том что вы хотите использовать вы можете в своем коде делать что хотите но как только вы будете работать с командой вам придется все-таки смириться с тем что вся команда должна понимать что вы собственно говоря делаете и так я в одну в один сервис который называется input флот сервис добавил output для вывода сообщений при ошибке и input string сервис который получает строку давайте вернемся теперь в наш input флот сервис ой смысле парс оперант сервис теоретически мы его можем назвать теперь правильно я предпочитаю чтобы название были очень очень похожи input так или иначе мы получаем это от пользователя input оперант сервис и надо сказать что у нас здесь есть read line собственно это говорит о том что у нас конструктор должно попадать еще input а read line стоп я а read line все правильно я прошу прощения уже начал заговариваться надо передохнуть input string сервис как раз он и вернет тот самый строку я опять же воспользуюсь решарпером сильно сокращает рутину мне это нравится и вот вместо вот этой штуки я использую уже другой сервис input service get into user то есть мы тут говорим что вывести тут получаем и здесь уже парсим и надо понимать что у нас вот эта штука теперь вообще не привязана к никакой платформе то есть если говорить что раньше она была привязана к консоли использовался using system теперь этот using system не сломает систему теперь это основано только на наших классах соответственно если мы начнем переносить это на другую платформу то единственное место где мне что-то придется поменять это вот здесь написать место вот этой консоли read написать функционал под конкретную платформу и соответственно вот здесь то есть output в write line и это вам должно сказать о том что нужно писать такой код универсальный который бы вам реально помогал и переходить между платформами почему это важно потому что если вы будете писать именно такой код то ваш код будет сам вас восстанавливать вас направлять и говорить и советовать что где как поставить я думаю что на примере конкретного использования это уже было понятно и теперь собственно говоря возвращаемся к нашим бараном так сказать к нашим инстансом и как вы видите здесь у меня теперь требуется дополнительный input string service и мне его нужно написать ну давайте так вот input стринг сервис и я хочу создать его переменную пусть это будет var и равна она будет new input service и соответственно мне нужно этот же input сервис на первый взгляд это все выглядит очень запутанно и очень непонятно но я вас уверяю что эта штука работает и от этого вы никуда не денетесь если вы будете работать в другом где-то месте в другой команде с другими проектами вот это вот как бы основа все намного сложнее но вот это вот основа ее нужно понимать что вам нужно абстрагироваться от конкретной платформы и правильный код тот который может выполняться везде грубо говоря нужно отделить бизнес логику от всех остальных причиндалов если так можно выразиться которые на эту бизнес логику влияют вот я имею ввиду что вот этот clean architecture подход и диди диди вот это вот все так или иначе о том что мы сейчас делаем так ну здесь кажется я не переименовал давайте переименуем ренейн ну смотрите что я хотел показать я хотел показать на самом деле простые элементарные вещи о том что у нас есть несколько сервисов которые лежат в папке service но так получилось что у нас одни сервисы могут зависеть от других например input float service зависит от input сервиса и от input string сервиса соответственно input operand зависит от такого же количества сервисов и это на самом деле называется иерархия зависимости потому что я не могу создать вот этот сервис который называется input float без вот этих вот сервисов мне сразу будет показана ошибка как вы видите и это повлечет за собой в общем то некоторые трудности что это и про что это в общем то мы немножко дальше будем говорить про dependency injection что называется вливание зависимости если по-русски и в этом есть некоторое некоторая особенность да наверное так можно выразиться именование вот этих вот сервисов то есть понятно вы можете называть их и сервисов и хелперов но вам прежде всего сами с собой вы должны договориться о том что вот сейчас на мой взгляд все достаточно прозаично потому что в одном месте сразу видно кто от кого зависит когда вы начнете использовать dependency injection контейнер вам придется очень трудно разобраться то есть придется разбираться кто от кого зависит но это будет на самом деле не очень очевидно и такое понятие как рекурсия в зависимостях оно даст вам по башке если хотите поэтому я для себя взял другой вариант использования и давайте я вам наверное покажу чтобы было понятно о чем идет речь почему я делаю эти собственно говоря манипуляции так у нас есть давайте я вам покажу вот такую схему загружу ее я ее специально подготовил называется она injection вот она и здесь в общем то видно видно что есть у нас какой-то input сервис есть у нас какой-то оперант сервис и от него они зависят от output сервис вот я сейчас взял два простых примера input сервис в него нужно залить output сервис парс сервис вот эти стрелки которые идут отсюда до сюда и отсюда до сюда они валидны но как только вы захотите в парс допустим в output сервис залить оперант сервис у вас будет зависимость то есть будет рекурсия получается один сервис зависит первый сервис зависит от второго от второй от первого на данном варианте это на самом деле не сильно видно и вот из этой схемы все понятно кто от кого зависит когда у вас будет другой принцип внедрения зависимости например в ASP.NET Core там будет не все настолько очевидно и можно очень легко запутаться поэтому я когда-то очень давно давайте я тоже открою эту статью у меня есть статья которая называется сейчас я попробую быстренько архитектура да вот я уже где-то ее писал в которой собственно говоря описано как лучше и правильно именовать как давайте где-то на второй видимо странице да вот я эту статью добавлю в комментарии вы можете там почитать но суть сводится к тому что так или иначе вот эти вот договоренности они имеют значение они имеют значение не только для вас а для вашей команды почему во первых тут описаны правила ну это мы потом поговорим почему и как называется хотя кстати можете почитать тоже но вот абстрактные уровни доступ к данным если говорить про репозиторий провайдер менеджер они все между собой связаны то есть они последовательные можно так вот сделать да получается что если вы работаете с паттерном репозиторию он самый близкий к базе данных и там проходят простые операции создать, обдавить, удалить там прочитать данные то есть так называемый root, read, create, read, update а дальше уже операции связаны между собой то есть сущности с которыми вы можете оперировать это может быть не только одна сущность привязки к одному репозиторию а несколько репозиторий таким образом получается что в провайдер могут быть грубо говоря вот таким вот образом проваливаться несколько зависимостей несколько репозиториев например если вы делаете допустим какой-нибудь ордер там notification в каком-нибудь своем приложении то вам для этого нужно профайл репозиторий или там ордер репозиторий то есть вы в одном провайдере грубо говоря будете загружать два репозитория который смотрит на таблицу пользователей и смотрит на таблицу заказов делает какие-то манипуляции и отправляет сообщения то есть провайдер получается более высокого уровня надо сказать что существует вероятность что у вас потребуется еще более высокий уровень например уровень менеджер и тогда вы туда будете проваливать только провайдеры другими словами операции с бизнес логикой которые манипулируют разными разными штуками в комплексе они имеют некоторую зависимость от провайдера другими словами надо понимать что вот эти репозитории провайдеры для менеджер это не важно что это такое как это называется главное чтобы вы понимали что ваши зависимости имеют иерархию вот если давайте еще раз если говорить про мою статью то у меня самый низкий это репозиторий который непосредственно работает с entity дальше идет провайдер в котором несколько можно проваливать репозиторий ну в общем то собственно все написано можете почитать ну есть такое понятие как сервис эта штука которая идёт вертикально ее можно проваливать и собственно говоря в репозиторий провайдер менеджер я сейчас наверное очень много говорю вам нужно почитать статью тогда вы поймете о чем я говорю Другими словами, вот здесь вот из названия класса OutputService или этот сервис Непонятно, кто от кого зависит Вот если я для себя взял правило, что у меня сервисы самого низкого уровня По уровню иерархии То вот это у меня уже получается будет провайдер Тот самый провайдер, который более высокого уровня Да, он делает мерки операции Но я точно буду знать, что он более высокого уровня И я никогда не начну его инжектить в какой-нибудь сервис Вот это просто у меня как закон Соответственно, это у меня получается тоже провайдер Потому что я точно знаю, что в него могут вливаться сервисы Но он уже в сервисы вливаться никогда не может Как вы назовете свои собственные вот эти вот уровни? Провайдеры, менеджеры, хелперы, сервисы Не знаю еще какие варианты там Например, это уже ваше личное дело Но у меня получается так, что в провайдеры могут вливаться сервисы И это мне точно даст в будущем понимание того, что в кого можно вливать Таким образом, получается, что мне сейчас нужно еще переименовать классы И, наверное, на сегодня мы закончим Потому что что-то как-то много получается И, соответственно, вот этот вот input-float-provайдер Я тоже переименую этот класс, чтобы он отличался по-другому И тут у нас уже появляется, что в папке сервисы лежат провайдеры Ну, вообще, на самом деле, можно создать новую папку Назвать ее провайдеры и перекинуть туда И, наверное, на данном этапе я так и сделаю Providers В общем, ой Это дает понимание того, какая иерархия у вас будет строиться Надо сказать, что самое главное Сейчас очень... А, ну, тут вот на имспейсе тоже нужно поменять Потому что я это сделаю при помощи ReSharper Она сейчас во всей папке поменяет сервисы на провайдеры Да, она это и сделала Нажимаю сохранить Давайте запустим, проверим, что программа все так же работает Тут возникает два вопроса Первый вопрос Зачем это все? Зачем вот это все разделение? А второй вопрос Зачем все так усложнять? Хотя это, наверное, две части одного вопроса Ну, смотрите Любое приложение, которое вы пишете Оно подразумевает то, что оно может быть улучшено, дополнено Там, продвинуто, где-то еще использовано И это, собственно говоря, как раз, наверное, ответ на то Для чего все это делается Если, как видите, все работает Если вы пишете какое-то приложение, которое написал Там, на коленке за два часа отдал заказчику Срубил бабок и свалил Ну, я не знаю, как про вас буду думать, как про разработчика В любом случае У меня не было никогда такого, чтобы Отдал приложение, и больше никогда к нему не возвращаешься Поэтому так или иначе к нему приходится возвращаться И дорабатывать, дописывать И, в общем-то Зачем все усложнять? Ну, во-первых, C-Sharp это классы Это много классов Вот чем больше классов, тем больше гибкости в управлении Если у вас один класс программ, и в нем все напихано Вы видели, что он связан с платформой, с консолем Никуда не двигается, ничего не улучшается Дальше будет интересно, потому что будут на самом деле Речь идти про более концептуальные вещи Такие как Dependency Injection Про контейнеры И здесь вам тогда станет все понятно Мы еще немножко поговорим про абстракции И про их реализацию для разных платформ И даже для разных комбинаций Для разных, допустим, конфигураций Я думаю, что будет интересно На самом деле, усложнения, да, действительно, они есть Но каждое это усложнение Оно так или иначе вас пододвигает к масштабируемости приложения То есть вы таким образом можете изменять это приложение Улучшать его и совершенствовать Как только у вас эта возможность пропадает Считается, что приложение устарело И его больше невозможно использовать Но, в общем-то, так примерно получилось с WinForm Когда-то оно очень-очень сильно котировалось Было много на нем приложений Но вот эта вот сцепка на WinForm Когда UI напрямую связан с вашей бэкэндом Ну, так сказать, с код-бехайндом, да Когда дабл-клик по кнопке на форме Создавал код-бехайнд OnButtonClip Клик, вернее Это жесткая связанность Она мешала написанию тестов Потому что у вас нет UI в юнит-тестировании Со временем, конечно, все поменялось Но UI от этого не появился И поэтому была придумана концепция MVC и DPF Появилось декларативное программирование в DPF В общем, все меняется, все течет Все идет в сторону того, что приложение усложняется с каждым разом Все сильнее и сильнее Бизнес требует новых функций Эти функции можно реализовать только на хороших приложениях Которые масштабируются, которые легко деплоятся И вот для того, чтобы эти приложения были Нужно их писать правильно На маленьком простом приложении, которое называется калькулятор Мы сделали сегодня некоторое количество нововведений Я думаю, что они вам были понятны Если нет, пожалуйста, отпишитесь Но перед тем, как закончить Давайте еще разберемся с калькулятором Это единственный метод, который остался статичный Мы его тоже изменим И у нас будет простой метод Который... простой класс, который мы называем Ну давайте назовем Calculate Ну пусть будет Calcul... А давайте так назовем Calculate Я думаю, что дальше мы еще что-нибудь придумаем Итак, Calculate-сервис Мы сюда добавим тот же самый Calculate Ну давайте не Calculate, наверное, назовем его Compute Что, собственно говоря, почти одно и то же Итак, мы всегда можем получить float А, нет, мы можем получить null Тогда оставляем, собственно говоря, float nullable Здесь пишем public И, собственно говоря, наверное, вот так вот И у нас здесь требуется, опять же, консоль Значит, мы в конструкторе отдадим сюда output-сервис И опять же сделаем его доступным во всех методах И теперь вот здесь консоли в write-line мы убираем Потому что нам его больше нельзя использовать Мы будем использовать output-сервис.print Опять же, мы отвязались от платформы Которая называется консоль И теперь у нас нужно сюда этот инстант создать И для этого напишу var calculate-сервис Надо было написать calculate-сервис, чтобы быстрее было И сюда нам нужен output-сервис Я его добавлю Точка с запятой И, соответственно, здесь я напишу Calculate-сервис.calculate Ну, давайте не calculate, давайте compute, как я уже сказал Да, вот так вот переименовать Пишем compute, enter Возвращаемся И да, читаем compute И теперь, в общем-то, речь о том, что у нас может расчет вернуть Или null, или не null Если не null, мы выводим результат А другими словами У нас есть compute И в него падает output-сервис Мы можем даже Вот этот compute Смотрите, тут тоже речь такая очень простая Во-первых, мы здесь вводим Зона ответственности Calculate-сервис Она здесь немножко нарушена То есть у нас калькулятор должен только посчитать А пользователя никак не должен уведомлять И тут палка, короче, о двух концах На самом деле, можно реализовать и так, и здесь И тогда вот здесь мы можем тоже написать Вот эту конструкцию, да, которую я вот здесь вот написал То есть не возвращает null, а где? Вот, number Мы можем сделать не return А сделать просто output И вывести результат И я пока это делать не буду Возможно, в дальнейших манипуляциях Это придется проделать Но четко нужно понимать Что у нас есть какой-то сервис Какой-то класс Какая-то у него зона ответственности Что он должен делать И может ли он свою зону ответственности Делить с другими классами Или в одном классе иметь Несколько зон ответственности Все очень просто Нужно смотреть На паттерны, которые говорят о том Что single responsibility То есть одна зона ответственности Одна и только одна причина для изменения А, хватит говорить А то я уже что-то наговорился Все хорошо в меру Давайте пока на этом остановимся У нас есть сервис И он, собственно говоря В общем-то, работает Так, ну, пока на этом все Дальше будем говорить про абстракции И, может быть, даже, наверное, еще Успеем говорить про Dependency Injection На этом все Всего вам хорошего Пишите правильный код И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok